Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для Mining Simulator 2. Для этого нам, как всегда, потребуется чит и скрипт. Получить их можно на моем личном сайте. Делается это очень просто. Сначала заходим в раздел Exploits и скачиваем старый либо сплэш на ваше усмотрение. А сплэш, сразу скажу то, что с ключом получается, ну так, более-менее просто. Стар полностью, без ключа, можно его использовать спокойно. Далее возвращаемся обратно. Пишем в поиске Mining Simulator 2. И берем вот этот вот скрипт, который я сегодня добавил. Нажимаем на кнопочку скачать, потом еще раз скачать. И вот он появляется. Его просто копируем, вставляем в сам чит. Все, отлично. Как видите, делается это очень просто. Далее, нажимаем на кнопочку Inject. Ждем, пока заинжектимся. Все, отлично. И активируем сам скрипт. Вот он появился, все четко. Он немножко отличается от других. В принципе, все скрипты, которые добавлены у меня на сайте, они все разные. Так что, в принципе, тоже используйте на ваше усмотрение. Давайте переместимся, получается, в новый мир космический. Также, сегодня вышло новое обновление. Добавили две новые руды. Они уже есть в этом скрипте. В других пока что не знаю. Вроде бы как нету. Так, и здесь, как видите, можно выбрать сразу три руды для фарма. То есть, как вам удобно. Я, допустим, всегда фармлю только одну, выберу только одну. Получается, самая мощная руда, то есть, которая дает больше всего монет космических, это мод, которую я выбрал. Далее, что нам нужно сделать. Включаем функцию AutoLoadOrth. И включаем AutoMineSelectOrth. Все, как видите, меня тпхает на эту руду. И она собирается. Сама по себе. Также, периодически, может, в минут 20-30 у вас вылетать игра. Ну, ничего страшного. Просто заново заходите, активируйте скрипт и включайте фарм на руду. Это ничего страшного, то, что у вас вылетает. Как видите, все работает. Давайте зайдем в руды. Как видите, прибавляются. Все четко. Так, это, я думаю, вы поняли. Выключаем. Давайте это продадим. Посмотрим, тут другие функции, какие есть. Так, идем дальше. Автооткрытие яиц. Ну, давайте я выберу новое, которое появилось. Далее нажимаем TripleHatch, OpenX и Teleport к яйцу. И смотрим, что происходит. Все, меня, получается, просто тпхнуло к яйцу, как видите. Можно Teleport отключить. И все. Как видите, автооткрытие яйца так работает. То есть, открывайте либо через скрипт, либо просто через саму вот эту вот панельку в игре. То есть, как вам удобно. Функция Anti-Animation, она вроде не работает. Да, как видите, как видите, не поддерживается на DLL от VRDevs. На CRNL я тоже проверял, она не поддерживается. Возможно, на Synapse она поддерживается. То есть, я пока точно не знаю, но на VRDevs и CRNL она не работает, я проверял. Так, если не ошибаюсь, здесь вроде бы как в этом мире нету сундуков. Давайте вернемся в обычный и посмотрим, как собираются сундуки. Так, выбираем, ну, допустим, легендарный. Не знаю, есть он на карте или нет, давайте посмотрим. Получается, если вас тпхает, значит легендарный сундук есть. Если не тпхает, значит его нету. Смотрим, тпхнет меня сейчас или нет. Ну, пока что-то не тпхает. Возможно, его нету. Окей. Давайте сразу тогда выберем здесь два сундука. Это эпический и легендарный. Давайте выключим и заново включим. А, все-таки есть, получается, этот сундук легендарный на карте. Отлично. И, как видите, то, что новое обновление вышло, теперь в легендарных сундуках есть шанс на выбивание удачи. Вышло три вида удачи. Я думаю, в принципе, вы уже об этом все знаете. И, как видите, в сундуках ее тоже можно получить. Получается. Это круто. Конечно, происходит это не быстро. Телепорт на сундуки. Не знаю, почему. Конечно, наверное, телепорт на сундуки лучше другой скрипт использовать. Но вот этот скрипт очень хорошо подходит для фарма руды. Так, заново включаем. Я куда-то пропал. Что-то происходит непонятно. Странно. Ну, короче, работает, но как-то непонятно. Либо я что-то неправильно сделал, хотя вроде все правильно. Так, ладно. Тогда отключаем эту функцию. Давайте сделаем reset. и сейчас посмотрим другие функции. Так, давайте идем туда на последнюю локацию. И включаем auto-mine блок. Как видите, блоки ломаются. Отлично. А также функция auto-sale есть. Давайте ее включим. Посмотрим, как это сейчас произойдет. Рюкзак я уже почти заполнил. Сейчас, по идее, когда он заполнится полностью, можно это будет продать. Ну, то есть, продастся автоматически. Да, отлично. Все продалось. И, по идее, меня на то же место должно вернуть. Да. Как видите, работает эта функция четко. То есть, когда вы продаете, вас на то же место возвращает, где вы остановились копать. А также копание 3 на 3 есть. Давайте включим. Ну, конечно, не совсем. Четко работает. Хотя, вот сейчас уже более-менее, по-моему, стало работать. Ну, да. Нормально. Более-менее, в принципе, работает. Пойдет. Давайте также auto-sale включим. Посмотрим, продастся с этой функцией или нет. И здесь почему-то перестало фармить. Возможно, просто нужно на ровную поверхность тпкнуться. Либо находиться. Ну, в принципе, функция работает, но не совсем корректно, как видите. То есть, он не прям четко 3 на 3 собирает, он где-то оставляет, где-то нет. Ладно. Выключаем эту функцию. Идем дальше. Есть функция Advanced Rebursting. Это, короче, функция, которая позволяет вам делать продвинутые реберсты. То есть, как это случается? Допустим, вы выбрали фарм руды. Ну, давайте я вам, в принципе, это и покажу. Мне несложно это сделать. Так. Здесь выбираем, значит, шард. Если не ошибаюсь, эта руда называется... Где она здесь? Не могу найти. Сейчас, секунду. Вот. Chrome называется эта руда. Все, мы ее выбрали. Включаем функцию Auto Load Orphs, также Auto Mine. И включаем продвинутый Reburst. И смотрим, что происходит. Я надеюсь, эта руда на карте есть. Да, она есть. Отлично. Короче, смотрите, что в этот момент происходит, когда вы включаете функцию продвинутый Reburst. То есть, вы вот таким образом ломаете руду, далее калькулятор подсчитывает, сколько вам нужно монет до Reburst. И он его сам за вас делает. Как видите, у меня вот только что это сделалось. Функция рабочая и, в принципе, очень полезная то есть, вам не нужно, допустим, следить за накопленной рудой, примерно понимать, сколько нужно продать, чтобы сделать Reburst. Просто за вас автоматически это подсчитывается, зарабатывается руда, в нужном количестве продается и у вас делается Reburst. В принципе, сейчас я почти еще накопил на один Reburst. Давайте это посмотрим и быстренько глянем еще другие функции, которые есть. Все. Как видите, Reburst сделался. Четко. Так, это все выключаем. Сейчас, по идее, меня на Redut тупо хоть не должно. Да. Так, давайте вернемся на спавн и идем дальше. посмотрим, какие функции остались. Автооткрытие коробок в принципе показывать не буду. Я думаю, сами проверить сможете. Тут ничего сложного нету. Далее, cooldown. Это получается задержка открытия. То есть, вы можете открывать долго либо быстро. На ваше усмотрение. и также можно отключить анимацию, если это позволяет. Но, как видите, эта функция тоже не включается на DLL от VRD с экрана. Дальше есть телепорт. Можно тпкнуться на любую локацию, которую вы хотите. То есть, не обязательно, чтобы она у вас открытая была. То есть, даже если она закрыта, вы на эту локацию тпкнуться сможете. Далее, что у нас здесь есть? Автопокупка бэкпаков, кирок, автодепозит шарт. В принципе, самые стандартные функции показывать не буду. Я думаю, тут уже все понятно. Авто EQ Best Pad тоже функция. В принципе, есть вообще в самой игре. Вот она здесь находится. Либо через скрипт можете это делать на ваше усмотрение. Янлук Лазерс. Не знаю, что это такое, честно. Даже предположений нет. Но я думаю, вы сами сможете проверить. Далее, SendPets Hatches. Не знаю, что это такое. Это, скорее всего, для WebHook вообще все сделано. То есть, WebHook как работает? Допустим, вы создаете Discord сервер. Далее, там настраиваете как-то бота, либо просто WebHook. И, допустим, когда вы открываете яйца, у вас падает легендарный питомец, вам это пишется на ваш сервер. Ну, в принципе, не знаю, полезно это будет или нет, но я лично не использую. Автоудаление. В принципе, здесь вы можете выбрать, каких питомцев хотите удалять. Камонок, рарок, эпиков. Легендарных, как видите, нет. Это специально сделано, чтобы их случайно не удалить. также можно отдельно пэта выбрать. А, нет, здесь нельзя выбрать, это просто кнопочка для удаления. Ну, можно ради интереса проверить, но особо время тратить не буду. В принципе, я думаю, вы знаете, как это работает. И все, в принципе. Также можно, получается, свернуть это GUI, допустим, на Q сделаю кнопку. Как видите, GUI пропадает, когда я нажимаю на Q. Ну, и в принципе все. Все функции показал, вроде бы как. Но вот, какие не показал, я думаю, вы сами знаете, как их использовать. А на этом буду заканчивать. С вами, как всегда, Блэйзбан. Всем огромное спасибо, кто посмотрел видеоролик до конца, поставил лайк, подписался на канал. Всем удачи и пока.